Еще год назад маленькая Лиза жила в детском доме. У девочки было множество проблем со здоровьем. Теперь малышка чувствует себя лучше. У нее появилась семья. Историю Лизы Ольга Щеголева увидела в программе «Право на маму». Говорит, сразу поняла, девочка должна жить в ее семье. Очень добрая, очень ласковая. Вообще никакой никогда нет нелюбви к кому-то. Дружить со всеми. Ну, ребенок замечательный. Ролик он передал. И все, вот ее прелесть какая-то у нас сейчас, я такое и видела на этом ролике. Хороший был очень ролик, очень качественный. И мы до сих пор его пересматриваем. Программе «Право на маму» сегодня исполняется пять лет. За это время ее бессменный автор и ведущая Инесса Панченко рассказала о десятках воспитанников детских домов и приютов. Благодаря передаче 140 детей теперь живут в семьях. Проект «Право на маму» не раз становился победителем всероссийских конкурсов. За пять лет программа выросла. Теперь в ней рассказывается не только о детях-сиротах, но и о проблемах приемных семей и выпускников детских домов. В благотворительных организациях. Судьбу своих героев создатель программы старается отслеживать. Через год, через два, после того, как они попали в семью, это совершенно другие дети. Они настолько раскрываются, они проявляют столько талантов. У них меняется выражение лица, у них меняется отношение к жизни, за что несказанная просто признательность приемным родителям. Задумывалась эта программа для того, чтобы обозначить социальную проблему, проблему социального сиротства. И вы сегодня видите счастливые лица этих детей, которые приобрели семья. Вы видите счастливые лица матерей, отцов, которые приобрели детей. И что немаловажно, они берут не одного ребенка, а несколько. Торжества в преддверии Дня защиты детей организовала партия «Единая Россия». В числе почетных гостей депутат Государственной Думы Надежда Колесникова. 29 мая президент Российской Федерации подписал указ. Его назвали указом «Десятилетие детства». В этом указе президент объявил, что с 17 по 27 год в течение 10 лет самый важный вопрос государства – это вопрос подрастающего поколения. И объединиться должны в решении этих проблем все силы. И органы государственной власти, и неравнодушные граждане, и благотворительные организации. То, что проект, который помогает сиротам найти любящих родителей, появился именно в Самаре не случайно. Здесь в 90-е образовалась первая в России приемная семья. Чужих детей не бывает. Самарцы доказывают это и сейчас. Вот сейчас только в Самаре более 600 детей находятся в приемных семьях. И, конечно, у нас сейчас кандидатов приемной семьи, усыновителей. В очереди стоит огромное количество людей. Свой первый юбилей программа «Право на маму» отметила, как всегда, душевно. В день открытия форума приемных семей. В числе самых благодарных гостей – герои многочисленных выпусков передачи, у которых теперь есть родители. На праздники детей ждали творческие мастер-классы и развлекательная программа. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, Григорий Плешаков. События.